Кот Баюн плюс Берегиня равно живая история. Необычный концерт в стиле этно устроили в Тамбове на сцене Дома культуры «Знамя труда». Среди зрителей оказался и мой коллега Игорь Корняков, который после этой программы расширил диапазон музыкальных вкусов. Кот Баюн, он же Владимир Егоров из Можайска, мастер музыкальных импровизаций и знаток народных традиций. Кроме того, и сам пишет славянские руны и песни, что продемонстрировал зрителям в ДК «Знамя труда». Впрочем, этот концерт больше напоминал творческую встречу, если хотите, этнопосиделки с экскурсом в историю русской песни. Такие визиты очень важны, потому что я бы их назвал народной дипломатией. То есть это не организованное что-то сверху, а просто друзья пригласили, сорганизовав здесь для меня концерт. Кроме Владимира Егорова, на сцене выступили и артисты из тамбовского ансамбля «Берегиня». Настоящие русские красавицы с очаровательными голосами. Свои концерты строим от этно, аутентичные песни берем, пели бабушки, и до современной обработки. То есть немножечко так, как бы сказать, всеядно показываем, что можно делать с народной песней, ни в коем случае не портя ее. Даже кот Баюн не смог усидеть на месте и пустился в пляс вместе с хозяевами сцены. А прекрасные «Берегиня» не просто пели песни, а погружали зрителя в дела давно минувших дней. Предание старины глубокой. Частью представления стало воссоздание обряда выдания невесты. Название коллектива «Берегиня» пришло ее руководителю Татьяне Друдской во сне. Пять лет назад. С тех пор она и ее молодки бережно хранят наследие предков. И, надо сказать, у них неплохо получается. Игорь Корняков, Богдан Северин, Вести, Тамбов.